Этому лимонному дереву уже 50 лет. Его хозяйка говорит, что никакого особого ухода лимон не требует. Нужно лишь время от времени протирать листья от пыли и поливать. Я опустила на смолёк, как растёшь, так и растёшь. Вот видите, он и туда, и сюда, ну растёт и растёт. Лимон-то вот, смотрите, как засел его, и не вытащишь из этой клетки, чтобы освободить. Надо уже срезать его. Особый сорт павловских комнатных лимонов появился здесь в 19 веке. Один из местных купцов привёз несколько черенков экзотического дерева из Турции. А павловские любители комнатных растений приучили их жить не в саду, а в горшках. С тех пор лимон стал своеобразной визитной карточкой города. Сегодня цитрусовые растут практически в каждом доме. И даже в городской администрации редкий кабинет обходится без этого дерева. Здесь считается такое, что где растут лимоны, там идёт от людей доброта и решается, в общем, передаётся об энергии с пользой для каких-то вопросов. И, наверное, вот это есть традиция, которая сохранилась в нашей администрации. Когда павловские лимоны зацветают, аромат разносится по всей администрации. А неизменным подарком высоким гостям является лимон, сорванный прямо с дерева. Павловчане говорят, что их лимоны всё чувствуют и всё понимают. Например, стоит хозяину надолго уехать из дома и поручить лимон соседям, как тот сразу начинает сохнуть и сбрасывать листья. А ещё павловские лимоны очень полезны для здоровья. Не случайно все любители этих экзотических растений – долгожители. Если человек заболеет, то стараются в его комнату, в комнату, где он находится, принести лимон. И вы знаете, он поправляется быстрее, намного быстрее. А если кому-то сделана операция, и стараются принести лимон вот именно с павловского окна, чтобы человек быстрее поправлялся. С просьбой выслать им черенки лимонов в Павлово обращаются любители комнатных растений со всей России. Но нигде это чудо-дерево не приживается. И тем больше гордость павловчан за свой особый сорт лимонов, который растёт только на Павловской земле. И неизменным блюдом на праздничном столе здесь является лимон, выращенный у себя на подоконнике.